Здравствуйте! Вы смотрите программу «Дело раскрыто». С вами Юлия Адамова. В этом выпуске мы расскажем о резонансных случаях коррупции в Ульяновской области и их последствиях. С января по май 2024 года правоохранители выявили более 130 коррупционных преступлений, а за аналогичный период 2023 года – 73. Количество увеличилось практически в два раза. Выявляют коррупционные преступления ежегодно. Каждый из них вызывает большой общественный резонанс. Так, в 2024 году сотрудники полиции и следственного комитета задержали старшего государственного налогового инспектора УФНС. Взяли с поличным мужчину в Засвиярском районе Ульяновска. Он требовал 270 тысяч рублей за покровительство от руководства одной из компаний. По материалам оперативно-розыскной деятельности полицейских следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 290 Уголовного кодекса Российской Федерации «Получение взятки». В настоящее время проводятся следственные оперативные мероприятия по установлению дополнительных фактов противоправной деятельности подозреваемого. В настоящее время судом избраны меры пресечения в виде домашнего ареста подозреваемого. А вот расследование уголовного дела в отношении бывшего декана факультета Института гражданской авиации уже завершено. Вскоре он предстанет перед судом за получение взяток. Сотрудники УФСБ России по Ульяновской области и Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России пресекли деятельность горе-преподавателя в 2023 году. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что фигурант в период с 2020 по 2023 год получал через посредников от студентов заучного отделения Института денежные средства за успешную сдачу экзамена без фактической проверки знаний обучающихся, что негативно влияло на уровень профессиональной подготовки выпускников УИГА. За преступления, предусмотренные статьей 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, бывший декан может до 8 лет провести в исправительных учреждениях. Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд. Уголовная ответственность ждет и тех, кто взятки дает. Так в прошлом году лишили свободы ульяновского предпринимателя Сергея Куркова, который пытался подкупить бывшего министра здравоохранения Ульяновской области Александра Гошкова. Нелегальное вложение в процветание бизнеса горе-учредитель решил сделать щедрое, предложив чиновнику 2 миллиона рублей. Взамен на деньги бизнесмен хотел заключить госконтракты на закупку дорогого медоборудования. Экс-главе Ульяновского Минздрава предложение не понравилось, и он рассказал правоохранителям об инициативе Сергея Куркова. На основании собранных доказательств по уголовному делу, впоследствии, которое было направлено в суд, судом вынесен обвинительный приговор. Данное лицо было осуждено к 4 годам лишения свободы у справедливой колонии строгого режима со штрафом в размере 8 миллионов рублей, в размере 4-х кратной суммы взятки. Судебное решение обвиняемого не устроило. Он подал апелляцию. Однако по итогам повторного рассмотрения приговор остался без изменений и вступил в законную силу. Дают взятки не всегда по доброй воле. Бывает так, что за оказание какой-то стандартной услуги должностные лица требуют дополнительную плату. Имеет место ситуация, когда с него эту взятку либо вымогают, и он в этой связи обращается в правоохранительный орган с соответствующим заявлением, впоследствии содействует расследованию и раскрытию этого преступления. Вот в этом случае он тогда освобождается от ответственности. Однако, как отмечают прокуроры, это скорее исключение, чем правило. Обычно ответственность за взятничество несут все участники преступления. И тот, кто подкупает, и тот, кто берет взятку, и посредник, если он есть. Ответственность за получение взятки предусмотрена в статье 290 Уголовного кодекса. А за отдачу взятки это статья 291 Уголовного кодекса Федерации. Но, кроме того, у нас также хотел еще добавить, что предусмотрено ответственность и за посредничество во взятничестве. Это статья 291 Прим. 1 Уголовного кодекса. То есть это тоже считается отдельным видом преступления. За коррупцию в России наказывают сурово, длительными сроками лишения свободы и большими штрафами. Уголовную ответственность несут только физические лица. То есть у нас, если говорить про получение взятки, то там самое строгое наказание, предусматривает Уголовный кодекс, это от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом до 5 миллионов рублей. Вот, например, такое же наказание предусматривает и задачу взятки тоже, если там особо крупный размер. Особо крупными считаются взятки от 1 миллиона рублей. Крупными свыше 150 тысяч, значительными от 25 тысяч рублей. Распространено в России и мелкое, так называемое бытовое взятничество, когда подкупают педагогов, сотрудников медучреждений и других должностных лиц. При этом взяткой считаются только подарки с определенной целью. Основное отличие взятки от подарка является то, что взятка, она дается конкретно за что-то. То есть это должна быть какая-то уже предварительная договоренность, да, между получающим лицом и выдающим о том, что это вот незаконную выгоду он получает именно за какое-то либо действие, либо бездействие в интересах выдающего, да, либо представляемых им лиц. Взяткой могут быть не только деньги, но и предметы, услуги. Взятка, она может быть не только, то есть предметом взятки выступает не только денежные средства, но и имущество, там какие-то ценности, да. В том числе могут оказываться и услуги имущественного характера. То есть у нас на практике было, когда оказывались, допустим, услуги там по проведению работ, ну, ремонтных работ, допустим, на дачном участке, там в дачном доме. Вот, как бы оказание там услуг, допустим, питания в ресторане. Тоже может в этой форме быть взятка. Широко тоже получилась известность, но это не в нашем регионе, а вот в Московском, когда бывшие сотрудники, да, следственного комитета, там один из руководителей следственного органа, его подчинён, там получили взятку в виде биткоинов, да. Получателем взятки могут быть только должностные лица. Другие коррупционные преступления считаются подкупом. По взятке должно быть должностное лицо, да, которое наделено какими-то властными полномочиями, организационно-распорядительными, либо административно-хозяйственными функциями, да, в органах госвласти, либо в государственных учреждениях, предприятиях, организациях с государственным участием. То есть если же это касается частной сферы, то здесь, если, допустим, передается лицу, выполняющему параметику функции в коммерческой организации, да, то это уже будет коммерческий подкуп. То есть это как бы взятка, ну, так же как бы взятка только в частной сфере, в коммерческой, да. За коррупционные преступления в коммерческой сфере также предусмотрена уголовная ответственность. Статья 204 Уголовного кодекса Российской Федерации «Коммерческий подкуп» предусматривает наказание в виде лишения свободы, штрафа до 90-кратной суммы подкупа, а также лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Так желание достичь своей цели нелегальным путем оборачивается потерей репутации и лишением свободы. На этом у меня все. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok